Информационно-психологическая спецоперация в Одессе. Как Россия пытается спровоцировать раскол в украинском обществе и посеять недоверие между одесситами и другими регионами Украины в контексте последних обстрелов? Говорим об этом дальше с экспертом Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Денисом Самыгиным. Денис, здравствуйте. Доброе утро. Итак, об ИПСО. Россиян против одесситов через какие средства массовой коммуникации в основном они это делают? Расскажите. Ну, как мы все знаем, сейчас самая популярная социальная сеть – это Телеграм. Соответственно, это то место, которое нельзя цензурировать. И с помощью этого россияне действительно пытаются влиять на одесситов. При этом они делают достаточно хитро. Они первыми стараются выкладывать взрывы, которые происходят в Одессе. И, соответственно, люди пытаются сразу же найти, где это происходит, и подписываются на телеграм-каналы, которые там называются вроде как это одесские телеграм-каналы. Хотя на самом деле установлено, что они модерируются людьми, которые находятся в России. Известно ли о том, кто конкретно ведет псевдо-одесские телеграм-каналы? Сотрудники ли это спецслужб российских, или это гражданские лица, которые, тем не менее, работают на российские спецслужбы? Ну, однозначно, что это люди, которые работают с службами, потому что они даже об этом, не скрывая, говорят. Это люди, которые находятся сейчас в России, и которые делают вид, что они такие патриоты Одессы, и они хотят, чтобы Одесса была русскоязычным, русским городом, и что каждый одессит — это на самом деле русский человек. И вот эту вот парадигму они целенаправленно пытаются бить и пытаются поссорить фактически русскоязычных и украиноязычных. И это происходит на таком, знаете, уровне, что все украиноязычные — это какие-то ужасные люди, это селюки, которые захватывают наш город. Фактически происходит, знаете, как разжигание междунациональной такой розни. Хотя мы знаем, что Россия кричит о том, как она за дружбу между народами, но когда касается дела, то оказывается, что на самом деле это страна, которая себя ведет абсолютно по-нацистски, которая видит только себя, которая любой другой язык воспринимает как угрозу себе, и поэтому даже украинский язык в Одессе вызывает ну просто реально фашистскую такую ненависть. И людей пытаются этим заразить, пытаются накачивать. Вот. А также на второй момент — это то, что пытаются страдить город, противопоставить его, например, Киеву. Это началось еще со времени, когда были обстрелы по инфраструктуре, когда пропадал свет, то Одессе там через телеграм-каналы рассказывали, а на самом деле в Киеве, во Львове свет есть. И это все потому, что так вот в Одессе так плохо относятся. Или сейчас рассказывают, что это все потому, что ППО стоит в других городах, оно там все хорошо защищено, а в Одессе проблемы, и поэтому вот в Одессу пролицает. Но сказать, что это такой, знаете... Да, а как вот отличить Одесситам, украинцам, другим людям, которые читают телеграм-каналы, вот, да, действительно, вы правду сказали, что телеграм сейчас один из основных таких средств информации, источников информации. Как отличить фейковый телеграм-канал от официального, телеграм-канал, который распространяет ИПСО, от телеграм-канала, который говорит там правду и пишет реальные вещи по факту? Какие есть моменты, за что зацепиться, за что людям обратить внимание, чтобы вот эту информационную гигиену соблюдать? Тут нужно помнить, что сейчас идет война. Соответственно, идет информационная война. Главной целью в информационной войне является выбить доверие к руководству страны. Потому что если мы потеряем доверие друг к другу, соответственно, страна фактически будет готова к тому, чтобы ее захватить и оккупировать. Когда идет необоснованная критика, которая, видно, что она неконструктивная, и которая идет на разжигание просто вражды между в стране, то ли русскоязычной, украиноязычной, то ли по линии власть продажная и все плохо, то, соответственно, это звоночек о том, что работает ИПСО. Конечно, критика должна быть. Конечно, мы должны говорить, что вот есть военкомы, которые берут взятки, и с ними борются, и есть куча других проблем. Но тут нужно различать, когда идет просто накачивание ненавистью, а когда конструктивная критика. Вы знаете, Денис, вот мы, когда налаживали с вами связь, с коллегой говорили о том, что обсуждали один из кейсов ИПСО российской. Это один из комментариев, в котором Одесский Спасо-Преображенский собор был назван, комментарий был на украинском языке, но выдало, то, что писал этот комментарий, очевидно, не носитель украинского языка, то, что Спасо-Преображенский собор на украинском был назван врятовано-Преображенским собором. Что, если перевести на русский язык вот это якобы название, то тогда бы собор должен был бы называться Спасенно-Преображенским собором. Как вы думаете, о чем это говорит? Ну, то, что это переведено через Google Translate, очевидно, это понятно. Но неужели спецслужбы российские не выделяют достаточно денег для того, чтобы, я не знаю, нанять хотя бы каких-то переводчиков, для того, чтобы это все-таки соответствовало даже не то, что нормам украинского языка, а просто в принципе украинскому языку? Или просто никто не заморачивается? Ну, было бы действительно хорошо, если бы они работали только непрофессионально. Но, к сожалению, на самом деле это просто говорит о массовости атак на Украину. И одним из инструментов является то, что они пытаются привлекать активистов. Еще вопрос. Как бороться с этими телеграм-каналами, фейковыми аккаунтами, информационно-психологическими спецоперациями, которые Россия регулярно проводит в Украине? Как украинская власть с этим справляется? Централизованно? Или этим занимаются какие-то отдельные люди? Ну, знаете, сила Украины в том, что у нас действительно народ объединился, и у нас каждый делает свой какой-то вклад в информационную работу в том числе. Поэтому очень важно, что сейчас одесситы ответили на это запугивание, которое происходит со стороны России. На этот террор они ответили буквально такой акцией, флешмобом, когда каждый одессит стал записывать то, что он думает о российских фашистах-террористах. И это было действительно массовое такое явление. Они просто ответили, что вы пытаетесь нас запугать, но вы нас плохо знаете, и теперь вам, русскому фашизму, точно конец. Это один из таких методов, потому что, если с той стороны работает тоталитарная машина, то с нашей стороны это демократическое общество, которое каждый может сделать. Денис Самыгин был с нами, он нам рассказал о том, как Российская Федерация ведет войну и терроризирует Одессу не только ракетными обстрелами, но и информационно-психологическими спецоперациями. Субтитры создавал DimaTorzok